Верховная Рада утвердила закон об энергетической эффективности зданий. А это значит, что в течение года в каждом жилом доме должны появиться специальные счетчики энергоэффективности, которые будут показывать, сколько же по факту было потреблено тепла. Только у нас в стране по ряду причин есть одна проблема – потребляется в два раза больше энергии, чем необходимо по факту. Если говорить уже об энергоэффективности, то нужно рассматривать три вещи. Это первая вещь – это стоимость получения тепла, то есть это эффективность работы на сегодняшний день наших котелин. Второй вопрос – это транспортировка этого тепла к жилым домам и потери, которые там есть. И третий – это, безусловно, сохранение того тепла, которое дошло до дома. Мы же видим, что на сегодняшний день государство, извините за прямую речь, опять же, грузит только население. По сути, этот закон возлагает все переплаты за неэффективную выработку тепла и его транспортировку на плечи граждан. Да и установка счетчика обойдется в копеечку жителям малоквартирных домов. Примерно по 1800 гривен, если в доме проживает около 27 семей. Предусмотрены и варианты рассрочки, но это не сильно спасет кошельки украинцев. Я уверен, что жизни в ОСМД при таком подходе государства полгода-год. Они все закроются до единого. Вот те все годы, которые говорили, все там на уровне министров, премьеров, вице-премьеров, это остались просто пустые слова. Также закон обязывает привести помещение в соответствие минимальным нормам энергоэффективности. В противном случае штрафы до 5000 гривен. Правда, в случаях со старыми домами дешевле и проще построить новый, чем добиться нужного результата. И то, что обещало облегчить жизнь, может стать огромной проблемой населения. В принципе, правильное было начало. Но и я выступал за то, что вот это наша собственность. Мы должны не только нашей собственностью пользоваться, но и отвечать за нее, и содержать ее. Но я всегда говорил, задача государства только в одном – создать условия для того, чтобы люди могли принять оптимальный вариант управления своей собственностью. Так что, по мнению эксперта, у нас все как всегда. Все проблемы кидаются на плечи обычных граждан. Да и от очередного поднятия тарифов на коммунальные услуги в нашей стране никто не застрахован.